Центральный клинический госпиталь Министерства обороны Украины. Здесь до перевода в СИЗО находился раненый гражданин России Евгений Ерофеев. После того, как он попал в плен в середине мая под городом Счастье в Луганской области, Евгений Ерофеев сообщил, что является капитаном спецназа ГРУ. Находился в Донбассе с марта этого года и в момент задержания участвовал в разведоперации. По заявлению Минобороны России, задержанные на Украине Евгений Ерофеев и Александр Александров, действительно были военными. Но до отъезда на Украину уволились из рядов вооруженных сил. На Украине интересы Ерофеева представляет адвокат Оксана Соколовская. Она работает в рамках программы бесплатной юридической помощи. Министерство юстиции предложило Оксане Соколовской стать адвокатом Евгения Ерофеева. Она согласилась, несмотря на обвинения в непатриотичности и даже критику со стороны коллег, что, мол, российские военные вообще не имеют право на защиту на Украине. Я с этим хочу не согласиться, потому что, прежде всего, любой адвокат в момент сдачи экзамена после него, в момент получения свидетельства, он давал присягу. И я в полном соответствии придерживаюсь этой присяги и нормы Конституции относительно обеспечения права каждого на защиту. Эти кадры снимались до перевода Евгения Ерофеева в СИЗО. Адвокат пришла в больницу убедиться в том, что ее подзащитного содержат в нормальных условиях. После нескольких попыток следователь разрешил адвокату позвонить жене Ерофеева. В виде исключения предоставил такую возможность осуществить мне телефонный звонок со своего телефона его жене. Но, к сожалению, она не взяла трубку, поэтому пообщаться не удалось. Почему родственники пленных не отвечают на звонки Оксане Соколовской не очень понятно. Не может найти этому объяснение и глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. По ее словам, в комитет иногда поступают обращения от обеспокоенных родственников российских военнослужащих, которые, согласно утверждениям обратившихся, заставляют подписывать контракты, а потом отправляют на Украину. Родственники волнуются, но даже не пытаются изменить ситуацию, говорит Валентина Мельникова. Я всем говорила, так же, как и в Чечне. Я говорю, ну, поезжайте в Ростовскую область, поезжайте, забирайте мальчика, везите его в Ростов, там сидит прокурор округа, там сидит командующий округом, и сидите у них в кабинете с сыном, с солдатом, пейте чай, пока они не переведут его в другое место. Но никто не поехал. А не сделаю ли я своему сыну только хуже, так обычно объясняют свою нерешительность семьи военнослужащих. Вся надежда остается на общественной организации. Сержант Александр Александров, жена которого в разговоре с прессой заявила, что ее муж уволился из армии, написал электронное письмо в комитет солдатских матерей с указанием адреса и номера военной части, в которой он служит. Правозащитники направили по его поводу запрос в военную прокуратуру. И теперь ждут ответа. Достойным выходом было бы обменять их на Савченко. Достойным для обеих сторон. Никто бы лицо не потерял. На Украине Александрова и Ерофеева обвиняют в терроризме. Российский консул один раз посетил пленных. Адвокат Соколовская ждет от Москвы более действенного участия в судьбе своих граждан. Российское посольство не отказывает ей в контактах, но пока и не предоставляет нужной информации, говорит Соколовская. Она не видит прямых доказательств причастности Ерофеева к совершению теракта. Ситуация, которая происходит в стране, она происходит не благодаря таким, как Ерофеев, Александров или другие лица. Мы все прекрасно понимаем, что есть более высокие чины, которые принимают решения относительно всех военных действий на территории Украины. Дело Ерофеева и Александрова становится, по мнению адвоката, все более эмоциональным. Видео с их телефонов, то есть вещественное доказательство, показали в парламенте. Это абсолютно недопустимо с точки зрения права, возмущается Соколовская. Она намерена подать жалобу на следователей, допустивших это нарушение. В накаленном войной украинском обществе она все же хочет надеяться на профессионализм следователей и судей.